Доброе время суток, уважаемые! А заставка будет? Была. Была уже? Опа, ё-моё. Ну, тогда давайте. Доброе утро. Да что, доброе утро. Для кого-то утро, да, для кого-то день, для кого-то вечер. Кому, когда приятнее и интереснее смотреть нашу передачу, доброе время суток. Ну, кто-то, может, в разное время смотрит. В разных местах планеты Земля нас смотрят. Да. Я вот на Бали однажды смотрел нашу передачу, когда в прямом эфире, между прочим. Вот, но здравствуйте, братья и сестры, доброе, в общем, как мы уже говорили, время суток. Григорий Погосян, Григорий Погосян. И величайший продюсер, генеральный директор компании Творческое министерство Сергей Конышев. Привет. Всем привет, друзья. Всем привет, друзья. На самом деле у него сейчас лежит бумажка, он приготовился к нашей встрече, там всё написано подробно. Поэтому мы не писали вопросы, это он просто для себя написал, чтобы не забыть про Творческое министерство, которое он будет рассказывать. Перечислить друзей все. Да, да, да. Пользуясь случаем, прошу передать привет бабушке. Вот, скажи, пожалуйста, трудно ли делать проекты в интернете и в онлайне? И пересекаются ли эти проекты между собой? Если да, то как? Ну, конечно, трудно. Маленькие хитрости. Да, конечно, трудно, потому что большая конкуренция. Всё-таки сейчас, в последнее время, народ вообще отвалил от телевизора. Ну, вообще, да. Как от такового. И в большей степени, конечно, всё происходит на онлайн-площадках и вообще на пространстве интернета. Но, опять-таки, нужно убивать креативом и какими-то идеями. Тогда это будет вкусно. Хорошо сказано, убивать креативом. Ну, это всегда настолько сложно, потому что многие, например, да, многие вообще люди, ну, то есть, по сути, любой интернет-начинание, да, это некий такой вот стартап. А многие говорят, что не стоит изобретать велосипед, нужно просто делать то, что уже есть, потому что... Ну, все уже придумали. Нет, потому что, в принципе, когда ты хочешь что-то начинать, когда ты хочешь что-то начинать, как раз-таки... Плюс 100-500. Да-да-да. Спасибо. С тобой, да. Просто потому что для того, чтобы... Мед. Если хочется что-то делать, надо делать, да? Если сидеть постоянно пытаться что-то новое придумать, так сказать, креативить, это всегда очень сложно, потому что, ну, то есть, очень много всего придумано. Ну, как в том анекдоте, бояться не нужно. Да, бояться, да. Кидайте в него человеческими ка-ка-ка. Главное, как вообще идеи-то рождаются? То есть, сидишь просто там в компании друзей, и получается какая-то раз, да, выскакивает идея. Но, как правило, мы уже люди опытные, мы уже люди опытные в этом плане, потому что мы что-то знаем, да? То есть, мы уже пришли с каким-то багажом на это пространство. То есть, не просто там с улицы ребята решили запустить какой-то проект онлайн, да? А мы уже, в принципе, в контексте того, вот у меня называется компания Творческое Министерство, да? То есть, творческих людей мы, по большому счету, и продвигаем. То есть, может быть, даже не тех творческих людей, которые уже на ящиках у нас мелькают, а творческих людей, которых не видно. Которых, к сожалению, очень много талантливых, но они нигде, их нет. Только интернет-площадки для них являются основной, как бы, базой. Вот, поэтому талантливых людей у нас, ребята, вы все знаете, прекрасно полно. Только нужно просто правильную оболочку, правильную обертку, да, завернуть в тот или иной продукт. И тогда это уже преподнести правильно, и тогда это будет... А что вот в этом деле самое сложное? В этом сложное самое, наверное, найти ту обертку, которая не спугнет, а, наоборот, привлечет. Сколько оберток приходится перебрать, чтобы найти ту? Много, много, Гриша, много, и обертки бывают абсолютно, которые скомкал и выбросил сразу, то есть иногда что-то не идет, иногда что-то выстреливает. Но, как правило, продукт, который мы придумываем, он становится через какое-то время не разовым, не одноразовым, а уже развивается и какие-то пускает корни, и дальше идет и уйдет по ступенчатой. А теперь рассказывай про Творческое Министерство. Но перед этим я хотел бы в качестве небольшого вступления сказать о том, что, дорогие друзья, отныне наша программа выходит в прямую не только на Корбина.ТВ, не только на Реча Клуб, не только на Правда.Ру, теперь еще и ТВМТВ.Ру у нас тоже транслирует в прямую, не только Корбина.ТВ сказал? Вот, ну и ТВМТВ.Ру, где раньше мы в 21.50 крутились старые наши программы, но теперь еще и мы будем в прямую там тоже вещать, поэтому, где вам больше нравится, ну, кстати, самое простое, это в Фейсбуке можно, там есть страничка трансляции. Ну да, лайкнуть, да, и все. Да, лайкнуть, и будете смотреть все, вот девочка Дарья принесла нам мед. Да, и все трансляции, естественно... Архив программы на Богосян.ТВ. Естественно, а сами трансляции у нас идут из полюбившегося на место гараж, который находится на Бродниковой переулке, дом 8. Бродниковой переулок, дом 8, метро Полянка, 50 метров от метро Полянка, там хорошо, где мы сейчас находимся. Хорошо, по поводу Творческого министерства, я правильно понял, что, ну, раз речь зашла о том, что, в принципе, сами идеи рождаются в творческом, в творческих беседах с друзьями, да, я правильно понял, что она так и родилась? Ну, в принципе, как вообще родилось само название Творческое министерство? Я тут был как-то на одной какой-то встрече в Думе, как меня занесло. Мимо, мимо захожу, парик, клуб Дума, да, подвигал. Ребята сидят, думаю, дай зайду. Лежит там какая-то министерская фигня газета, министерская, и вторая газета творчества. Что-то творчество и дальше. Я думаю, почему бы не придумывать Творческое министерство? Да, это интересно. Дамы и господа, смотрите, по сторонам вокруг столько идей. Абсолютно верно, да. У нас столько везде всего интересного по разным сторонам. Кстати, прошу прощения, перебью на тему творчества. Я сегодня читал статью, в которой рассуждалось о том... Медведева статью читал. Не Медведева, а о том, что для творчества лучше пить, кофе либо пиво. И, в принципе, как пиво подразумевался некий алкоголь. Просто некий алкоголь. Нет, пиво и виски это разные... Да нет, имеется в виду вообще, в принципе, алкоголь какой-то. Самогол. Нам все привезло к тому, что, в принципе, если тебе нужна некая концентрация, именно с точки зрения физиологии, да, то нужно вот немного кофе, потому что оно как некий бомба, да, детонат. Детонирует, у тебя очень четко концентрируется внимание. А почему? А вот когда ты немножко там выпил, например, вечером с друзьями, ты сидишь, ты расслабленный, в принципе, как бы не зацикливаешься на чем-то конкретном. И это рождает творчество. Даже там есть какие-то привели... Насколько водки на кофе. Строчки Хомингуэя, где он говорил о том, что если надо там заниматься творчеством и так далее, надо выпить немножко виску. И все. Ну, возможно, у меня просто мама главный поставщик алкоголя вкусного. Повезло. Поэтому она там всякие делает. Настойки прикольные, почему бы и нет. Вот. А так я считаю, что, ну, допинг в разумных пределах, он, конечно, может помогать. Может. Но когда ты устаешь... Да, ребята, наша программа предназначена для слушателей от 18 лет. Да. Вот. Но пиво я как бы ровно дышу. Вот. Но... Ну, я как бы, да. Я пиво, я имел в виду, что, в принципе, алкоголь. А алкоголь, ну... Пиво и виски, это разные вещи. Всегда нужно знать норму, да? В любом случае. Тем более, сейчас все строго. 8 литров пива на ночь. Да. Поэтому, почему бы и нет, но, опять-таки, нужно иметь человеческий облик всегда. И дальше уже пойдет. А почему вот именно... Ну, вот, какие виды деятельности вот есть у Творческого министерства? Ой, да мы на самом деле и продакшн. То есть мы производством занимаемся большим. Любой фото-видео, контент делаем. То есть для региональных телевизионных компаний и для рекламной площадки у нас. То есть мы рекламу производим. Делаем. Я просто по второму образованию в гиг закончил, как кинооператор. Ого! Сам снимаешь? А сейчас я хожу туда в столовку каждое утро. Вот. Передем по пика. Поэтому, да, вот. Хорошая школа. У меня был мой мастер, это Клименко Юрий Викторович. Он работал с Тарковским. Ого! Вот. Да, и Кайдановским. То есть у меня такая школа, такая отечественная. Именно прям операторского искусства. Это вот второе образование. По первому образованию вообще оперный певец. Вот это у меня первая глава. Может изобразить что-нибудь? Ну, не надо. Не надо. Вот. Поэтому я как человек творческий пришлось себя перестраивать, потому что все-таки нужно быть бизнесменом, если ты замутил что-то серьезное. Тяжелые девяностые. Да. То есть поэтому, но опять-таки... Кушать хочется всегда. Сочетание творчества и бизнеса – это хорошая вещь, потому что это, ну, конечно, нужно быть жестким человеком в бизнесе, да? Иначе ты не протолкнешь свой продукт. Но творчество – это одна из креативных черт. Дорогие друзья, за пределами эфира Сергей рассказал нам анекдот. Молодой человек знакомится с девушкой и говорит, с вами разговорились, и он ей говорит, слушай, а ты знаешь, что, ну, в общем, к сексу можно добиться двумя путями – юмором и ножом. Она говорит, ты такой смешной. Он говорит, это правильный выбор. Так что, дорогие друзья, собственно, об этом была наша передача. О правильных выборах. Да, правильно надо выбирать юмористические направления деятельности. А вот именно если рассматривать вот это направление, да, именно вообще все виды деятельности, связанные с творчеством, министерством, с точки зрения бизнесмена, что самое сложное? Именно... Поговорить девушку раздеться. Нет, самое сложное, да, ну, это тоже, да, конечно. Ну, знаете, господа, это не так тяжело. Айтишникам, конечно, это известно. Я вам расскажу, как это делается, это довольно-таки просто. Раздевайся. И за твор перегрызгивайся. И все. Ну, то, что мы делаем, то, что мы, в общем-то, производим, помимо... Потому что изначально, как бы, творческое министерство, верно, без как бы, творческое министерство – это все-таки продюсерская компания. Мы ее начинали, как продюсерскую компанию, потому что именно продвигать, талантливых людей, брать какого-то с нуля человека и делать из него какой-то продукт. Либо художник – это, там, певец, музыкант, все что угодно, связанное с любыми творческими направлениями. На площадке это как-то и все это показано у нас. Мы и художников продвигаем. И когда он становится более или менее известным, он говорит, а я сам всего добился, вы говно? Ну, слава богу, с такими... Ну, в этом... Все они это и делают, собственно. В этот момент, да, как бы... Простите, бабушка Григория Степановича, который смотрит нас в Смоленске, но это правда. Все маломальские, чуть-чуть поднявшись на ноги в звезды, говорят это своим продюсерам. Ну, так и есть, но потом, когда... А продюсер говорит, а у меня контракт, говно... Ну, да, ну да, как это? Почему ты не сторонник жестких контрактов? Нет, ну просто, может быть, у нас разные представления. Вот тебе человек, который ты вложил к туче времени, здоровья, контактов, я не знаю, денег, в конце концов. Ну, тут палка от двух концов. Тебе говорят, я сам всего добился. Ваше творческое министерство какашка. Но это таких людей, к счастью, у меня не было, которые так говорили. А если даже были, их уже нет? Их уже нет, да. Их уже нет. Вот, но я считаю, что все вот эти жесткие требования, которые у продюсеров, у монстров, которые я называю монстрами, там, конечно, ну там брать, не будем говорить кого. Он тоже лысый сейчас. Ну, там 10% они платят артисту, а все остальное... Да, это правильно, кстати, больше он не заслуживает. Ну, да, человек там работает, пашет, да, на сцене из него, не знаю, веревки вьют. Но это бизнес, к сожалению, может быть, к счастью, сейчас такого нет. А может, к сожалению, я не знаю. Нет, ну если человек зарабатывает 50 кусков, например, ну да. Ну, восходящая звезда, ну, конечно, может зарабатывать. Концертом 50 тысяч рублей она может заработать. В принципе, да. Понятно, да. Ты правильно, ты знаешь концерты. Я не первый год в этом бизнесе. Вот, поэтому, что касается, там, продюсерской деятельности, то, конечно, приходится с людьми в первую очередь это найти коммуникативное какое-то общение, контакт. То есть это... Не больно пырнуть ножом. Да, не больно. Чтобы не умер. Понятно. Все-таки, такие полудружеские, Гриша залил свой айфон. Ну, это нормально для него. Не-не, я прав. Он никогда его не хотел. Конечно, панибратства в этом бизнесе не должно быть. Потому что сразу отношения переходят в немножко другое русло. Но какие-то добрые, там, полудружеские какие-то отношения, участие человека в том, что он делает. Ну, то есть... Не пырнуть артиста ножом, а пощекотать. Да, пощекотать. Вот, поэтому тоже, да, делаем. У нас сейчас интересные проекты мы делаем. Сейчас очень талантливые у нас ребята, которых мы продвигаем. И помогаем, потому что они, вот, в первую очередь, это мои друзья. Потому что, ну, так случилось, что одного человека, который приехал в Москву совсем недавно, но он уже состоявшийся артист, это Миша Морозов, мой очень хороший друг. Еще по детским, по юношеским годам. Вот, он шикарный бас, просто шикарный, абсолютно уникальный тембр у него. И он востребован, он сам пишет музыку, он работает там... С Дмитрием Галихиным надо познакомить тебя. Ну, наверное, да. Оперный певец, солист оперного театра Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Там есть оперный театр? Да. Там есть Дмитрий Галихин. Да, он у нас был в гостях. Да, он дарил нам даже диски свои. Слушайте, ну да, вот. Поэтому я сама отпел в новой опере, там, в театре Станиславского отработал. Вот, и, ну, как оперный певец, как тенор. Вот, соответственно... Вот тоже, кстати, тенор. Вот, поэтому, что касается Миши, то есть, ну, работает там, и гусарские, и казачьи песни поет, вот, и, то есть, и оперный арии, и неполитанские, и романсы, и русский народный, и современный эстрадный певец. То есть, такой разноплановый артист состоявшийся. Так что, если, вот, кстати, будет концерт у него 20, вот, 26 октября в Академии, в Академии, да, в Акварели Андреяки. Да. Вот, будет концерт Михаил Морозов. Михаил Морозов. Михаил, прошу, вот, да. Ну, я не... За Михаил Морозов, тенор. Не тенор, а бас. А, вон бас, тенор ты. Да, да. Друзья, приходите, будет 26 октября 2013 года в 19.00. Да, Академия Андреяки, приходите, на теплом состоянии, будет здорово. Улица Академика... Варги. Варги, да, дом 15. Вот, да, приходите, друзья, будет здорово. Вот, что касается, потом продвигаем Игоря Ларина, это тенор, он там с образцовой работал, то есть, мы сейчас делаем, скоро выйдет его клип, мы принимаем участие в этом, не принимаем, мы просто делаем клип для него, уже отсняли все, сейчас уже постпродакшн начнется. Вот, песня готовая, про город, про Москву, будет, я думаю, что будет очень прикольный клипчик, и вы все, друзья, об этом узнаете скоро. Где деньги брать на это? Да, где деньги. Где деньги брать на это? Ну, допустим, если я решил, что я там хочу что-то сделать, ну, вот, такого характера, да, вот, ну, примерно, сколько мне надо денег, например? Ты знаешь, ну, вопрос, сколько нужно денег. Не будем денег, например, что для этого надо, например? Что для нас, нужно хороший материал, то есть, хорошая песня должна быть, вот, она должна быть не перепетой, она должна быть авторская, то есть, это обязательно. Ну, то есть, продакшн это мы делаем сами, соответственно, креативная идея какая-то, ну, что-то интересное, что цеплять будет. Сейчас очень модная тема, там, черно-белых клипов, вот эти, потому что черно-белым. Слушайте, знаете, что узнал, братья и сестры, я вот, я думал, я знаю все про Москву. Оказывается, в Москве, в эту пятницу, в клубе, вот, куда мы с тобой ходили, Степаныч, на Чистых прудах этот джаз, слушать концерт джазовый, клуб Игоря Бутмана. А, да. Гостиница на Уландском. Да, да, да. Вот, короче говоря, в пятницу вечером там будет проходить уже восьмой по счету конкурс топеров. О, это вообще редкая история. Вообще прикольно. Называется Cinema Jazz Awards. То есть, там будет черно-белый кино. Ну, видимо, да, и вот будут под кино играть разные джазовые группы. Прикольно, это круто. А кино, интересно, современное, друзья? А может быть, кто-то уже снял, то есть, как раз под это мероприятие. Слушайте, еще я прям не могу не сказать. Я сегодня узнал, что вот сейчас только что, где в Сербии, что ли, чувак, короче, побил рекорд по нахождению без кислорода под водой. 22 минуты 30 секунд. Он тоже был топером. Но он на чистом кислороде, то есть, он вдохнул чистый кислород и под воду. 22 минуты. Он не просто вдохнул, он подышал. Ну, как дайверы делают? Они сначала дышат, насыщают организм кислородом, потом последний раз вдыхают. 22 минуты он лежал. А, ну, он просто лежал, он ничего не делал. Просто под водой был. А, ну, так еще может быть. 22 минуты 30 секунд. Мы нам в школе говорили, что если мозг, ну, если человек в состоянии клинической смерти 20 минут, Но он не без кислорода находился, у него был кислород. Не, ну, все равно, это понятно. Но, посмотрите вообще, 22 минуты не дышать. Да он спал. А бывает такое? Спал и не дышал? Не, он надо не потерять сознание. То есть, если ты сам выныриваешь, то это рекорд защиты. А если тебя через полчаса вытащили, а потом этим откачали, то это не считается. И уснул там, сон офигенный, да, нечаянно вздохнул. Сон объяснился, вот беда, да. Да, ты же не виноват, как просто, ну, атмосфера такая-то. А, кстати, между прочим, мне дайверы рассказывали, вот опять, да, немножко не по теме. Дайверы рассказывали, что самый кайф, это не просто погружаться, да, а когда ты доходишь вот глубины порядка 10 метров, когда выталкивающая сила на тебя, примерно такая же, как, ну, та, которая тебя тянет ко дну. И ты, в принципе, не тонешь. Ты просто вот находишься, ты можешь там лежать, ты ни вверх, ни вниз не вплываешь. То есть, как это называется, плавучка, нейтральная плавучка? Да, какая-то, да, такая вот, это прямо, это божество. Ну, ладно, немножко отошли от темы. Итак, по поводу творческого министерства. Вот, сейчас сколько под вашим крылом вот людей? Воспитуемых, воспитуемых. Ну, сейчас у нас 4 пока стабильных человека, которых мы продвигаем. Но, мне кажется, лучше не брать там большое количество, потому что... Почему очень здорово, вы можете там, допустим, 5-часовой концерт заполнить целиком? Легко, да. Можем легко, 5-часовой. Не, ну, уже сейчас 4-мя. Да. Ну, а вдруг вот вам говорят, нам надо день города Мэтищи провести. И вы говорите, все. И вы такие, да, на Мэтищи одного хватит. Мы проведем еще не как продюсерская компания со своими артистами. Мы проведем еще как ивент, компания, творческое министерство. Потому что это одно из наших подразделений, ивента, да, организации. То есть, мы делали и для Харли Дэвидсона ивенты, и для... И ивентеры. Ну, да, то есть, для серьезной компании, для группы компании ГАЗ. Мы отлично ведем мероприятия с Григорем Степановичем вдвоем. Да, ну вот ребят тоже позову. На потанцов. Вот нормально, мы готовы. Мы готовы. Поэтому, что касается своих средств, которые мы готовы, и технически, и именно людьми, мы можем закрывать большие мероприятия. Круто. Перекрывать. Это действительно с опытом, хотя я не скажу, что мы такие монстры. Конечно, мы учимся. И это нормально, что мы развиваемся, учимся. Поэтому и смотрим, и ищем. И если получаются нормальные какие-то партнерские отношения с компаниями, у нас всегда существуют. Вот мои очень хорошие друзья, это компания Events for Friends. Да, есть такие. Да, Таня Самарина, гендиректор компании. Мы сейчас делаем проект, очень серьезный, я очень благодарен им. Они говорят каких-то своих других ведущих. Ну, они... Мы сейчас делаем проект свой, совместный. То есть, со звездами снимаем звездная переделка называется. Проект. То есть... Ремонт? Ну, да, ремонт. Очень симпатичный. Мы отсняли Наташу Куралеву уже первую. Что она переделала себе нос? Симпатичная Наташа Куралева? Нет, ей делали фресками стену у нее в салоне красоты и дома. У нее салон красоты дома? Да. У нее салон красоты... У нее салон красоты рядом, буквально в 30 метрах от дома. Ну, было бы смешно, если бы она на метро добиралась бы до себя на работу. Я думаю, никто не знает, кто-то в метро. Да, очень симпатичненько. И вот мы делаем продакшен, а Events for Friends компания занимается всей организацией этого проекта. А какой канал купит? Ну, работаем над этим. Сейчас нужно отснять пилотников 6 штук, а там будем смотреть, потому что продукт интересный, креативно все снято. А дальше уже будем смотреть. Главное иметь продукт. А вот я относительно недавно начал полноценно заниматься в своей отраслевой деятельности продажами. Мне наоборот, говоришь, слушай, давай мы что-нибудь продадим, а как мы это сделаем? Мы придумаем, нам главное продать. Вот я поэтому и хотел спросить, на самом деле. Так же, как Арам Ашотович Габрилианов говорит, журналист не обязательно должен уметь писать. Но учить писать можно обезьяну. Надо, чтобы он умел добывать новости. А другие говорят, что не нужно писать так, чтобы люди с первой строчки вчитывались, не отрываясь, читали до конца. Ну, это просто зависит, как я понимаю, непосредственно от финансирования. Нет, если у тебя есть какие-то определенные средства для того, чтобы сделать этот продакшн, ты можешь это сделать. А дальше, поскольку у тебя были эти средства, пытаться это продать куда-то. Либо ты просто продаешь идею в надежде, что тебе дадут денег ее реализовать. Вот как раз на твой вопрос появился ответ. То есть мы для этого, в принципе, сделали и ТВМ-чанел. Канал, который круглосуточно, 24 часа в сутки вещает. Клипы, музыка, фильмы. Авторские права. Все есть, все нормально. У нас своя студия звукозаписочная, на которой мы делаем свой музыкальный продакшн. Круто. А на каком вы спутнике вещаете? Это вопрос уже к Василию, к моему продюсеру. Ясно. Вот, поэтому... Не скажу. Да, но у нас на нашей площадке, на tvmtv.ru, круглосуточно вещает наш канал. Вот. Поэтому онлайн-площадки. Мы можем даже там с трех камер вещать, онлайн-вебинары всякие проводить. То есть все, что угодно. Запустили также площадку Европа-Раша. Это радиостанция, интернет-радиостанция. Это, в принципе, рекламные площадки, на которых мы можем предлагать свой продукт. Для этого, то есть они как бы невольно появились. А, то есть вы вообще, помимо того, что вы здесь одно делаете, вы еще вокруг этого всего выстраиваете инфраструктуру для упрощения. Да, мы практически независимы. Мы практически независимы, потому что мы можем свой продукт на своем. Опять-таки, интернет это такой огромный ресурс. Я вначале говорил, что телевидение немножко... Я очень уважительно отношусь к телевидению, но все-таки человек хочет зайти в интернет в любое время. Не быть привязанным к ящику, а в любом случае, даже может, с любого носителя зайти и посмотреть то, что ему интересно. Поэтому продукт, площадка и вот все это как бы связано между собой и движется. А вам уже сколько лет? Нам уже 4 года. 4 года, ух ты. Мы практически одновременно появились на рейтинге. Не, ну ребята-то вы уже монстры. Я посмотрел ваши архивы, сколько у вас всего, интересных людей, сколько интересных людей. И наша дружба сначала была такой виртуальной, да, вот с Гришей, а потом она переслала уже в деловые. Мы стали уже вас вещать на своих площадках. А сейчас, я думаю, разовьем это вообще, какую-то супер идею. Это хорошо. Мы готовы приложить к этому максимуму, усиливать зависитых от нас. Да, вот, поэтому... А сколько человек работает, вот, помимо... Ну, постоянных, 5 человек, постоянных. Вот, и дальше уже приглашенные фрилансеры, ну, мы берем под проект. То есть, это уже какой-то проект, мы берем людей, с которыми мы постоянно работаем, но мы их не подтягиваем. Ну, понятно, они не в штате, да. Они не в штате, да, потому что мы всегда берем людей, которые, ну, проще, всегда проще, когда люди не сидят, не смотрят на часы, да. То есть, здесь, как бы, костяк основной есть, а все остальное дальше... Конечно, продажники, отдел продажи – это великая вещь. Это проблема каждого проекта, любого. Да, конечно. У меня начальница в свое время сказала, что мы живем в постиндустриальном мире, где мало кто что-то придумывает, все-все продают. Да. Хороших продажников найти, блин, не так просто. Ну, это, да, это должно быть в душе, это должно быть понимание, по крайней мере, поля деятельности. Вот, потом мы, у нас интересная тема, так как невольно мы тут сделали такой продукт один интересный, я подумал, почему бы мне сделать проект еще дизайна интерьеров. Мы запустили Творческое министерство дизайна интерьеров. У нас бюро, целое бюро по дизайну, это творческое министерство.рф, ребят, русскоязычный домен, пожалуйста, приходите, там все есть. Все-таки русскоязычный домен он востребован, да? Я первый слышал раз. Нет, я пару раз слышал, но я думал, что это не имеет места, оказывается, есть, да, все-таки? Есть, есть, да. А как интересно, может человек из Америки зайти? Из Америки у него другие там буковки выскакивают, то есть, ну, то же самое, он может спокойно набрать его у тебя. Но там какие-то другие, не латиница, ой, не кириллица, латиница, ну, какие-то абракадабра, но мы же в большей степени работаем для нашего региона, российского, по дизайну. Ты же не поедешь, там, Штаты делают дизайн-то хотя. Почему? Ну, это поначалу, потом можно будет, не проблема, я думаю, такие крутые приобрести, да. Ну, тоже у нас интересный проект, тоже все это, понимаешь, как бы рождает друг друга, интернет-магазин запустили, да, он выиграет, он выиграет. Нет, я по делу, я прошу задавать вопросы, меня спрашивают, а почему он в кепке, например. Могу снять, но я буду публиковать тогда. Мы просто с Гришей тогда два брата. Люди смотрят нашу программу. Да, нет, мы как бы, мы не против, я специально отпустил волосы на лице, чтобы, чтобы отличаться от всех лысых. Но я думаю, что я завтра побреюсь. А тебе хорошо, кстати, с бородой-то? Только чешется она, только все хорошо. Ну, чеши. Ну, ты сделаешь себе какую-нибудь такую? Испаньор. Так она сама чешется, понимаешь? Нет, я понимаю, я поэтому периодически, раз в неделю, правда, но бреюсь. Позволяю себе так, и розказать. Вот, развилась у нас площадка интернет-магазин. Интернет-магазин, а что вы продаете там? Авторские работы, художники, ювелирка, причем это не какие-то вещи там многоразовые, да, то есть это авторские единичные экземпляры. То есть много талантливых там ювелиров, художников, которые занимаются там всякой бижутерией, поделкой, все дело, которое своими руками. Мы не продаем на интернет-площадке то, что можно купить в магазине, то, что висит там в нескольких экземплярах, продается. Мы только эксклюзив продаем. В этом основная фишка, то есть много, заходите, посмотрите на сайте, на портале у нас интернет-шоп, вот, можно тоже какие-то интересные. Интернет-шоп.ру Ну, это так же называется на нашей площадке, на нашем портале. Пока мы его держим на основной площадке, потом, когда он разовьется, мы его, естественно, отделим. А вот у меня еще спрашивают в фейсбуке, а кроме Михаила Морозова, какие еще проекты? Какой проект? Продюсерские. Игорь Ларин, певец. Вот, сейчас мы работаем над большим проектом с Игоремом Ларином. И Love42, это помогаем ребятам из Питера, очень талантливая группа, я их помогаю продвигать. Здесь очень талантливые ребята. Love42, ребята. Love42. Да, это в интернете, да, зайдите, посмотрите, послушайте, очень хорошо ребята работают. Ну, опять-таки, наши проекты основные, мы делаем Mediastar программу со звездами. Вы видели, мы сняли уже там Неля Гафонова, Родиона Газманова, сейчас у нас будет Хабенский на следующем месяце. Круто. Вот, Mediastar, это разговор о творчестве, о современном, то, что не хватает театру, кино, живописи, как выйти из этого уровня, так скажем, погребочка. Да, то есть, есть талантливые артисты, но занимаются какими-то антрепризами, там, ну, это, хочется показать, насколько он на самом деле востребованный артист. Пусть он где-то там из Омска, из Томска, ну, делаем такие проекты. То есть, приходится вот так ездить по регионам искать, или как вообще, они сами присылают? Сами присылают, мы иногда там на съемки ездим, невольно попадают, знакомимся с людьми, какие-то ивенты, мероприятия проводим. За пределами Московской области, и знакомимся с людьми, очень много талантливых, и именно, не только исполнительных, но и талантливых руководителей, которые занимаются творчеством, которые помогают, там, педагогов по вокалу, хореографов, поэтому у нас на сайте, и почему я разбил, то есть, у меня площадка по министерствам разделена. То есть, Министерство танцев, Министерство звука, Министерство живописи, Министерство путешествий, сейчас мы развиваем Министерство детского творчества. Детей, потому что талантливых просто огромное количество. И какая самооценка у ребенка, насколько она повысится, да, когда человек будет чувствовать себя, что он это умеет. Что его сверстники увидели его где-то в интернете, как он поет, как он танцует шикарно. Даже его самооценка в школе настолько повысится, да, что он будет уже не тихоней, да, каким-то забитым. Как правило, люди творческие, они немножко такие зажатые, да, забитые, хочется его поднять, показать. Ну да, творческие люди, они редко умеют пробиваться, они просто в фоновом режиме имеют место. И если кто-то им заметил, скажет, круто, он такой, о, нормально, раз, два, три, и уже, когда он понимает авторитет. То есть это вопрос какого-то социума, да, уже, то есть мы уже человека готовим уже к какой-то, я не скажу, что взрослой жизни, это родительская работа, вот, но мы помогаем какие-то раскрытия его. Взрослой творческой жизни. Ну, да, творческой жизни, вот, поэтому, а разделы министерств тоже можно увидеть на нашем портале, друзья, заходите, смотрите. Вот, что касается этого. Какой регион самый талантливый? Кавказ, ЛНС, 100 баллов ЕГЭ. Да. Что ты, не дал, что ли? Ой, это умный, я про талантливых. Не хочется никого обидеть, на самом деле. Нет, ну, то есть, хорошо, ну, то есть, я не то, что прям регион талантливый, а вот регион, например, там, где, там, не знаю, 5-10 человек талантливых нашлось. С Волги, ребят, вот как ни парадокс, люди, которые, города, которые находятся на Волге, для меня самые плодовитые по талантам. Потому что там почва хорошая. Саратов, Волгоград, Астрахань, там, Самара. Чернозем, Павказина проросла. Казань, Нижний Новгород, просто как-то вот, ну, так нам, видимо, просто нам повезло. Потому что я сам с Волги, я родился в Самаре, но я ничего не хочу никогда. Сейчас Самара городок. Нет, там сейчас Московская. Что, Московская? Да. Вот, поэтому далее у нас очень интересный проект, это художница Ольга Симонова. О как. Ольга Симонова, это очень талантливая девушка, не побоюсь этого слова. Девушка или очень талантливая? Очень талантливая. Девушка, это девушка, женщина. Девушка, женщина, но она очень талантливая художника. Она, то есть, все работы какая-то, любовь просто объединяет, понимаешь? К природе, то есть, потрясающие пейзажи, красота живого мира, чувств, это переплетение. А у нее она в каком-то стиле? У нее очень интересный стиль, у нее очень такой крупный мазок, то есть, такой, ну, надо смотреть, надо смотреть. И, кстати, будет выставка, тоже, приглашаю вас на выставку Ольги Симоновой. Вся информация у нас на портале ТВМТВ, прямо на главной странице в разделе Афиша. Приходите, это персональная ее выставка будет, правда, в Лобни, в Лобни, но, кто хочет увидеть хорошее искусство. По дороге в Шереметьево, заехал, купил, и поехал дальше. Да, и полетел, с красотами. Вот, здесь купил, приехал, там в Лувр продал, все довольны. Да, стекляшку перед Лувром купил. Нет, у нее очень серьезные работы, то есть, достаточно огромное количество, там, не 3-4 работы, это приличная, там, под 100 работ. Серьезно, которые есть вживую, которые можно действительно реально увидеть, оценить и при желании приобрести. Поэтому, Ольга Симонова. Ольга Симонова, ребят, запомните. А какого числа у нее? Число, это будет, я дико извиняюсь, по-моему, 18-го числа будет в Лобни открытие. Вот, я могу ошибаться, но, по-моему, 18-го. Вот, потом, что касается самой площадки ТВМ, мы используем ее еще как афишу. Как афишу талантливых людей, то есть, наши друзья, партнеры, которые захотят разместить какую-то информацию о своих концертах, мероприятиях. Ну, пожалуйста, мы не берем за это никаких денег, потому что это партнерские отношения какие-то. Мы тем самым привлекаем к себе внимание. То есть, говорите о себе. Говорим о себе. Говорим о себе, что мы есть, на самом деле. Посмотрите, мы хорошие и у нас много талантов. Да, много талантов. На самом деле, ребят, я абсолютно серьезно, с полной уверенностью говорю, что талантливых людей много, нужно просто их увидеть. Ну, это самое сложное, мне кажется. А хуже всего то, что очень много людей, которые считают себя талантливыми, а на самом деле они, ну, и гроша в уедином. А вот, Кайл Морозов, Игорь Ларин, Ольга Симонова. Да, вот, четвертый. Четвертый, вот, группа ЛАВ-42. Как ЛАВ-42, питерская группа. Левел-42? Не Левел. Лав. Лав, Любовь. А, ну, по звуку похоже. Да, Левел-42. Вот, поэтому вот эти проекты... Не, по поводу вот того, что люди меняют из себя неких талантов, а на самом деле никем не являются. Ну, а как бы, для чего же все эти проекты? Х-факторы, там, голосы, люди хотят, как будто они не знают этого. Х-миссия, это же белое братство, это же сектанты. Не Х-миссия, Х-фактор, программа. Ты вообще здесь, ты в эфире, или я просто не понимаю? Это аналог, периодически выходишь. Это же аналог вот этого британского шоу. У меня просто нет телевизора, поэтому я не понимаю, о чем вы говорите. Я периодически смотрю в YouTube, залезаю и смотрю на эти... Приколы, какие-то новости, очень действительно много талантных людей, которые вылезли. Помните эту бабушку с бровями с рожьимися? Да, да, да. Как ее звали? Я не знаю, я не знаю, я не знаю, проговорюсь. 45-летняя. Но которая пела, как же... Сара... А, Сара, да, Сара Ухонер. Не, какая Сара Ухонер? Нет, тетка старая, я думаю, хозяин. Да, в Штатах, да. Не, не в Штатах, в Британии. Ну, или в Британии, когда там вообще все в шоке. Да, да. Как ее звали? Ну, да, с такими. Как она сейчас, кстати, интересно. Все нормально. Она выпустила два сольника свои. Выщипала брови, да, да. Да, выпустила два сольника, нормально себя чувствует. Я думаю, там гонорары нормальные. Плюс она с такой нестандартной эстрадной внешностью. Прямо скажешь, мягко говоря. Ну, насколько я знаю, к сожалению, в большинстве... Бойл, точно. Бойл. А, имя забыл. Бойл. Сьюзан Бойл. Сьюзан Бойл. К сожалению, у нас почему-то есть такая нелепая тенденция, в принципе, а у нас почему-то пытаются на эстраду тащить людей, которые, по мнению кого-то, по мнению кого-то привлекательные. Но при этом... Может быть, они хорошо продюсеры делают ОС. Может быть. Но я просто говорю про то, что это же не совсем корректно с точки зрения... Ну, я не знаю, может быть, с точки зрения бизнеса это корректно, но с точки зрения талантливости вот это нет такого. И я абсолютно... Ну, то есть, не то, что могу сказать, что 100% люди, которые талантливые, они не настолько привлекательны, как неталантливые люди. Но тем не менее, мне кажется, у них... Ну, привлекательность... Мобильные купальники, например. Да. И чтобы их сразу можно было в сауну отправить. Ну, привлекательность... Привлекательность... Это такое субъективное вообще понятие. Абсолютно. Ну, я же говорю, поэтому для... Кто-то считает, что они привлекательны. А вот такое сделать шоу... Какое-то самых страшных людей, которые талантливы. Вот, прям. Я думаю, что отлично. Песков в храме Христа Спасителя. Это, по-моему, новый тренд. Это будет уже как пусик, как... Пуси райц. Только легально, официально, да. Песков. Ну... Пуси Песков. Пуси Песков. Я... Слушай, а вот с людьми, с которыми вообще появилась идея организовать такое мероприятие, они по-прежнему участвуют в процессе? Или они там поспособствовали финансово? Или как вообще? Да, финансово своими силами справлялись пока. Вот, слава богу, что никаких инвесторов не привлекали. Хотя проект развивается. И, ну, мы тоже развиваемся, соответственно, финансово. Появились какие-то возможности финансовые. Но любые инвестиции, если они разумные, если никто не давит тебя, они какие-то жесткие рамки не ставят. То есть, ну, я не считаю, что это должны быть инвесторы. Я считаю, что это просто должны быть люди, которым интересно. Партнеры. Партнеры, да. А уже форма сотрудничества. Дени Голубков был у нас в программе. Да, я смотрел. Я не мошенник, я партнер. А не халявщик, я не халявщик. Слушай, ну, мне понравилась эта тема по поводу, он постоянно долбил то, что кто спалил МММ. Да, да. Кто там мучились, сидели. Ну, у него... Это его пизик, наверное. Это его пизик, наверное. Потому что он же вложил последние 80 тысяч рублей. Вложил, верно? Вложил сейчас, в 2013 году. И Мавроди его кинул. На спектакль. Ну, не Мавроди кинул, система. Мавроди тут ни при чем. О, а сейчас опять Мавроди не виноват. Сейчас опять система. А он-то тут при чем? Конечно. Нет, кому-то повезло, кому-то нет. Если мы говорим о пирамидах... Конечно, это как лотерея. Да. Это как лотерея. Ты приходишь, покупаешь. Та же самая, ну, реально. Ты купил билет, либо тебе повезло, либо тебе не повезло. И все. Я не думаю, что в те годы только ленивый не участвовал в МММ. Ну, там были альтернативные варианты. Просто МММ предлагал 100%, а другие меньше процентов. И как бы... Они брали и несли в МММ. Вот надо придумать какую-то пирамиду, но творческую. Творческая пирамида. Ермолайф. Ну, это да, совсем творческая. Пылесосы Кирби. Творческая пирамида. Купите у нас говно. Мне кажется, прошла эта уже тема. Сейчас вот эти... Косметика какая-то. Это тоже прошла. Да? Не, не... Сейчас заработает денег с нами. Как это? Амвэй. А, тоже, да, тема. А вон, амвэй. Амвэй, да. Ну, там это... Ну, они мажут половину лица, говорит, а мы вам вторую половину помажем, когда вы деньги заплатите. О, я такого не знал. Но это, кстати, хорошо, да. То есть, одна... Я бы ввел вот такие бесплатные барикмахерские. Ботинки, ботинки. Одна на 20 лет выглядит, другая на 50. Отлично. То есть, так выглядываешь из угла, да? Эдди, а регулируй вопрос, пожалуйста. Эдуард Валерич. Эдуард Валерич. Эдуард Валерич. Регулируй, пожалуйста. Саундчек, что я сделал? Скажу, зацелитесь. Проси. А что ж такое? Ну, ладно. Саундчек. Мы подождали 15 минут. Нам осталось чуть-чуть. Вот. Ну, саундчек это тоже, мы знаем, что это такое. Поэтому, ребята... Что-то подорвались. Не седали? Нет. У нас просто интересная передача. Ты просто нас не слышишь. Мы решили, что... Разволновай, может, ты оглох. Ну, может быть, зрители тоже послушают саундчек. Ребята, вы слышите саундчек? Группа. А вот... Работает живую. Вот этих четырех талантов, которые в данный момент есть. То есть, до этого с кем-то уже работали, кого-то, кто-то уже там... Ну, сказали, что тебя не отпускать, ты им нужен. Да, но мы нет. Мы работали, конечно, продвигали, но мы не ставили задачу их выходить, потому что мы сами развивались, у нас не было тех возможностей, которые у нас есть сейчас. То есть, мы в большей степени занимались ими в тестовом таком формате, себя тестили в большей степени. То есть, и... То есть, сейчас поиск актрис открыт? Да. Талантливые актрисы... Девушки из регионов. Да, девушки из регионов. ТВ МТВ РУ объявляет набор русалок. Если вы чувствуете в себе рост метр семьдесят восемь... И не чувствуете в себе ног, а чувствуете хвост. Если у вас есть лишнее время и желание стать звездой, обращайтесь на ТВ МТВ РУ, и Сергей Конышев сделает вас Аллами Пугачевыми. К тому же, если у вас есть еще... Или Стасами Михайловыми. Да. Ну, Стас Михайлов должен быть один в стране. Не надо ему твоих. Столько еще? Да ты что, страна двух не выдержит. Хватит, но прекращай. Если у вас, девушки, есть помимо ног еще и голос, то... О-о-о, не, что-то одно. Либо ноги, либо голос. Чтобы ноги голос я видел раза, наверное, полтора в жизни. Тогда я выбираю второй голос. Да. Девушки, если вы Сьюзан Бойл, если у вас рослись брови, если у вас талия, грудь и бедра равны примерно 120, но у вас очень хороший голос, приходите на ТВ. То есть, либо это хор, там, детский хор Попова, для перспективы, либо это, там, какая-то другая уже сцена и другой уровень. Надо понимать, почему люди хотят, там, ребенка окунуть в 10 лет, в это вот, во все. Говорит, я, там, готов платить деньги, я готов сделать из моего ребенка звезду. Я говорю, это невозможно. Мы можем научить вашего ребенка петь, а дальше он сам выберет. Насколько он пойдет, насколько ему интересно, потому что некоторые родители думают, что мы лишаем ребенка детства, да? То есть, мы начинаем, это, общеобразовательная школа, музыкальная, художественная, да, там, все, человек лишен, лишенный детства, молодой человек. Ну, да. То есть, не по крышам полазить, не побегать, не попрыгать. Но здесь, опять-таки, выбор. Либо спорт, вот у нас спорт, да? Музыка, музыкальная школа, спортивная секция, что-то еще. То есть, у нас же вообще общество ставит, да, ребенка перед выбором уже, сразу. До того, как он родился еще. То есть, поэтому здесь право каждого ребенка и каждого родителя правильно применять свои силы и оценивать силы своего ребенка. И, опять-таки, время. Мы не говорим сейчас про деньги. Большей степени время. Деньги – это второе. А по поводу вот детей, у вас есть какая-то школа там учителей? Кто вот работает с ним? У нас есть педагоги, да. То есть, пока мы не формируем этот штат, пока у нас не будет выработана четкой позиции по детскому творчеству. Но школа детская будет однозначно. И школа будет на уровне связанной пересекаться с благотворительностью. Часть какого-то проекта будет благотворительная, часть – это будет финансовая поддержка. Как я понимаю, просто мы сейчас вот вокруг-то около, в большинстве своем пока основной поток творческих людей – это поющие. Да, поющие, танцующие. Танцующие, да. Но, тем не менее, вы рассматриваете еще другие направления. Художников очень много талантливых. То есть, у нас вот основные площадки – это художники, там, ребята, диджеи. Мы сейчас очень их диджеи. Диджеи, да. У нас есть, выходит на канале, 6 программ мы уже сделали и выходит про диджеев. Как стать диджеем программой? Диджеем или диджеем? Диджеем. Ну, таким же образом тогда можно, как стать фотографом. Да, и ребята наши, да, абсолютно. У нас, мы же и фотопродакшем занимаемся. То есть, как есть и школы, и фотографов. Но фотографов в каждой второй. Ну, мне кажется, и диджеев в каждой второй. Просто что уровень фотографа и уровень диджеев, он такой. Есть педагоги, да, профессиональные, как работа с вертушкой, да, как это, ну, это все. Но Дэвид Гетто один. Ну, да. Дэвид Гетто один. Этот, как его, на Красной площади, который играл. Он же. Еще другой играл. Нет, кто еще? Нет, кто еще? МТВ привозил. Кто помнит, как звали диджея, который на Красной площади играл? На Васильевском спуске. Майкл Тилан? Майкл Тилан, нет. Тиесто. Тиесто? Вот, старикашка. Не в том, он года три назад двигачил. Его привозил то ли МТВ, МТВ. А почему сейчас это? Про то, что диджеев много, а Тиесто один. Прекрасно. Не, ну пусть учится. Президентов много, а Путин один. То есть не только странств, только и президентов. О, кстати, очень смешно. Они читали, Кох разобрал по абзацам статью Медведева. И сказал, что за нее даже зачет не получишь ни в одном вузе. Кто такой Кох? Альфред Кох. Очень известный человек. Кто? Экономист. Кто такой Альфред Кох? Я понятия не имею, кто такой Альфред Кох. Все время загадками говорят. Да, загадками. Кто такой Альфред Кох? Наберите, Евгений. Мы там, мы никогда не подготовились. Дополнительную память воспользуйтесь. Да, да. Вот. Потом, что касается продакшена. Мы сейчас вышли на уровень такой серьезный. То есть мы занимаемся многокамерными съемками. Можем сделать шикарный ивент на тысячу, на три тысячи человек, на пять тысяч человек. И сделать эти многокамерные краны, там всякие перелеты, ПТСки привезти. То есть это все своими силами. Круто. Оборудование свое или... Оборудование часть своего, это в основном камеры. А, естественно, сложное оборудование, это ПТС, полная система трансляции. Это мы, естественно, берем у наших друзей. Привлекая их к этому, вот к вопросу о фрилансе, мы привлекаем, постоянными работаем ребятами, с командой, которая никогда не подводила. И вот мне это радостно. Потому что есть партнер, разговоры о партнерстве. То есть люди, которые отдают себе отчет, то, что они делают. То есть полностью разграничение работы, четкое понимание того, что они делают, это очень радует. Потому что профессионалов мы всегда за, когда человек подходит к своей работе профессионально. Да, к сожалению, таких все меньше имеется в этом мире. Много людей, которые хотят хапнуть и отвалить денег, сделать. Я купил камеру, давайте я вам поснимаю. За сатыгу. У меня... За сатыгу пощелкаю вам. У меня фотик, я звезда. Хорошо. Понятно, вот на самом деле, все эти направления, к сожалению или к счастью, я не знаю, они съедают огромное количество времени. А вот остается время там на детей, на хобби какие-то свои, они имеются вообще? Ну, моя работа, это и есть мое хобби всей жизни. Потому что я не наемный работник, я все это придумал. Как это может быть не хобби? То есть это и работа, и хобби. Ну, это да, это... А кто приносит деньги-то данных? Данных, это продакшн, конечно. То есть то, что мы снимаем, производим самостоятельно, то, что мы делаем мероприятия, это приносит деньги. То, что мы... Плюс мы используем свои каналы, то есть Европа-Раша, наша радиостанция, ТВМ-ТВ-Ченнел. Это рекламная площадка, которая для рекламодателей, пожалуйста, открытый доступ. Тем более мы сейчас вышли уже на тот уровень, когда уже к нам обращаются с просьбой размещения рекламы. Это хорошо. Да, это уже говорит о многом. Это приносит деньги, это какая-то стабильность, которая уходит на какие-то... То есть рекламные деньги уходят на какие-то общие винятые вещи, там... Коплата камеры. Оплата контент-менеджера того же, который все это загружает, потому что портал у нас большой, тяжелый. Вот, ну, в плане тяжелые не движения по сайту, а тяжелые по насыщенности той информации, которая есть. Конечно, со временем мы будем как-то выводить все это, когда он будет развиваться. И отдельные площадки делать для того, чтобы просто не перегрузить. А на данный момент уже есть какой-то определенный поток людей, которые приходят и говорят... Сделайте из нас везду. Ну, помимо детей, дети, понятно, да. Пока, естественно, компания... Я обошляю. Да. Хочу петь. Хочу петь. Кидает денег, да, ты смотришь на материалы, и что? Ты вроде и нравится, ты тянешься к этим деньгам, да? И в то же время... А кто это снял клип этот чудесный про телочку петь, которая хочет? Этот, как его, шнур, по-моему, да? Да. Ну, они, мне кажется, прикалываются. Нет, ну, это, естественно, прикалывается. Из клипа мне понравилось, где Киркоров постебался над собой. Ну, над собой. А он это прям сам сделал, или это кто-то про него сделал? Ну, я думаю, кто-то попросил его, но видно, что он это поет сам. То есть, ну, то есть, по крайней мере... Любой пиар, ну, в Африке пиар. Конечно, нет, ну, это очень хорошо. Интернет-сообщество, он понял, что нужно, потому что это определенные вот эти люди... А мне нравится, разобрали всех девок песню Олега Ломового. Ой, я в эти выходные снимался в клипе про Жанну Фриске. Олег Ломовой написал новую песню, которая называется «А мне на все насрать». И я в ванной плавал и пел эту песню. Ты? Ага. Я просто, на самом деле, не представляю размеры этой ванной, в которой ты был. Я не большая, я сидя, я пел. С тех пор он не бреет бороду. Нет, там утята такие, жонглировал утятами. О, ничего себе. Ты талант. Да. Ты жонглировать умеешь. Не, не умею, я подбрасывал. Короче, ну, там таких, как я, 15 человек в клипе снималось. И все ванная ванная? Ну, секунд 15, нет, разные ванны в разных концах Москвы. В общем, скоро будет премьера песни, и я приглашу вас, дорогие друзья. Это обязательно. Ну, пейль будет ломовой, а мы просто подпеваем. Нет, это здорово. Ну, какой-то тоже, да, прикольный, да? Смешной. «А мне на все насрать, но кроме Жанны Фриске». Прекрасная. Отличная песня. Талантливая. Такой формат интересный. Сейчас вообще модный формат вот этот, да, около... На грани, я бы сказал. Потому что, ну, все же... «А ты видел этот клип?» И начинается там миллион просмотров, да? Общество тупее, дамы господа. Григорий Степанович знает в этом толк. Ну, общество тупеет, опять-таки... Толк ценитель русской словесности. Смотря... Смотря кто как тебя развивает. Которого комментирует Григорий Арминакович Погасян. Мы скоро позовем на программу Григория Григорьевича Погасяна. Он обещал... Да, ребята жаркие, согласен, друзья, ребята. Между двумя Погасянами сидеть... Два желания в твоей жизни теперь исполнятся. Первое – стать бессмертным. И второе... Ну, это не моя тема. Какое второе желание? Хотя... Какое второе? Волосы. Волосы. Ну, ты знаешь, я как-то привык уже. Да, мне кажется, на самом деле люди, которые... Я тоже. Ну, вот реально, люди, у которых сначала начинают там, ну, я не знаю, выпадать волосы, они сначала их каким-то образом берегут. Я не верю никогда. Ну, то есть, у меня есть просто пару инцидентов, товарищ, таких. Но мне я абсолютно уверен. Они зачёслены вот так, да? Ну, не так, но там, знаешь, вот здесь три волоси торчит. Но он их не стрижет. И коротко не стрижет. Просто, чтобы они вот здесь были. Но смысл в том, что я уверен, что спустя время, если вот как только он начнет бриться на лысо, он настолько к этому привыкнет, скажет, слушай, это так круто. Это самое удобное прическое. Ну, вот настолько удобно, что даже нет желания, чтобы они выросли вновь. Я познакомился вчера с девушкой, с диджеем лысой. Вики. Не бритой, а лысой? Винни. Винни. Ну, бритой, да. Потому что лысой, это было бы плохо. Это было бы прикольно. Да ну, это ужасно. Не, ну сейчас, либо лысый человек, он отращивает падла сзади, длинная. И он такой модный становится. Гламурный. Гламурный. А еще видели, нет, лысый, там сдаю место под рекламу. Ха-ха-ха-ха. И в рекламу, то есть, можно здесь написать, там. Это круто. Это хорошая идея. Гасян ТВ. Да, ЛТВ, МТВ, там везде написать. ЛТВ, МТВ. Да, поэтому, нет, на самом деле, все как человек относится к этому. Если он относится к этому, как к чему-то такому. Что самое сложное в продакшене, вот именно новых, вообще, вот в пиаре новых лиц, которых вот, ну, научиться держаться перед камерой. Вот каким образом, ну, то есть, грубо говоря, я не знаю, я не знаю, хотя бы, ну, то есть, я, поскольку, я правда, очень далек от именно продвижения и так далее, я там еще интернет-технологию, там, как это все в интернете распространяется, понимаю. А, в принципе, вот какие есть этапы продвижения человека? Ну, во-первых, что продвижение, человек должен мелькать, да, человек должен узнавать, то есть, ну, как у нас, да, ну, в ряде, какой-то лицо. Ну, сколько нужно, ну, так, год, полчаса, там. Ну, чтобы человек узнавали, нет, нет, ну, чтобы человек узнавали, нормально узнавали, нужно год. То есть, ну, без сумасшедшего вложения денег, без сумасшедшего, если ты вложишь в него сразу, там, 5 миллионов долларов, то его могут узнать на следующий день. Он развесил блокады по Москве. Ну, да. Зиночка, я тебя люблю. Ну, опять-таки, есть разумные. Антонина Бабасюк, вот ее все знают. Надо просидеть 5 лет, и тебя тоже все узнают. А если человек рекламирует не путем, там, его визуализации, да, везде, а именно путем посредства таланта, какого? Юбу звездают Юбу, например. Ну, да. Любу, я думаю, что все знают теперь. Только, ну, в лицо не знают, но знают, что имеется некая Люба. Эльвард Валерьевич, подскажите нам, сколько нам осталось до конца? 5 минут? 5 минут. Ну, что ж, тогда мы должны резюмировать. Дамы и господа, я напомню, что ток-шоу 2 Погосяна подходит к концу. Сергей Конышев у нас в гостях, продюсер, генеральный директор творческой лаборатории, творческого министерства. Ну, тоже прикольно. Ну, да, ну, почему бы и нет. Я запишу. Да, да, да. Вот. И, кстати, если можно, пожалуйста, вот про новую эту телепровод, ваш проект. Стар, чего там? Звездная переделка у нас, это первый проект. Вот, звездная переделка. Да. Которая готовится сейчас к выходу на 11 телеканалов. Да. Пишется пилот, кто купит. То есть, приглашаем звезд к участию. Есть, я вам Дмитрий Галифин. Вам, друзья, нужно просто медийный человек. Вам сделают офигенный ремонт в квартире. Повесят какую-то из фресок, которую вы выберете сами. Это очень хорошая тема. Меня на кухне надо сделать. Вот, Григорию Погосяну. Я хочу. О-о-о. Вот, Михаил Морозов. Ближайший концерт у нас будет 26 октября. Приходите в галерею Андреаки. В его акварельную галерею. Академика Варги. Да. Адрес дом 15. 18 октября Ольга Симонова. Выставка персональная в Лобни. Художник. Очень талантливый. Приходите. Вся информация на портале tvmtv.ru. Мы также выходим в прямом эфире по вторникам вместе с ребятами. Теперь. На нашем канале tvmtv.ru. Ровно в 22.00, друзья. И в следующий вторник, я напомню, у нас писатель Александр Кабаков, вроде как мы договорились, тот самый великий, послушайте, достойного человека. Вот. Но, если можно, пожалуйста, теперь расскажи, почему не надо браться за новый проект в интернете. У тебя есть три минуты. Ну, за новый проект в интернете нужно браться, потому что, Гриша меня пугает, но нужно браться, потому что здоровая конкуренция, если у нас будет разумное какое-то сообщество нормальное, креативных каких-то идей, направлений, посылов, то никто не будет одеяло на себя тянуть. Все найдут свою сферу деятельности, всем места хватит, интернет огромный, это всемирная паутина, поэтому, ребят, делайте свое дело качественно, а остальное уже придет в выбор за каждым человеком, он сделает свой выбор сам, кому приткнуться, какое направление выбрать. Но нужно делать, потому что талантливых людей много, выходите наружу, показывайте свои дела. Сезан Бойл не одна. Да, показывайте себя, не надо стесняться этого, это здорово, когда вы что-то умеете. Есть такая песня. Да, так что спасибо ребятам, что пригласили, очень приятно, продолжайте завитушку. Завитушку, давай, Григорий Семёнович, завитушечку. Сколько секунд до завитушечки? Бродников, период, 8, клуб «Гараж», круглосуточное место, как любят повторять Гришане, потому что здесь круглые сутки можно есть, пить и курить вкусные кальяны. И бухать можно, это самое ценное. Вот мы бухаем чай сегодня. С сожалению, мы все за рулем сегодня. Нет, я сегодня не за рулем, потому что я только завтра буду, поэтому в эфире нельзя. Почему? У Григория, кто сказал нельзя? А, у нас там виски. Просто Григорий Степанович, кто-то походил по капоту недавно? Потанцевал, я бы сказал. Chevrolet Cruze. У нас же есть такое впечатление, что кто-то интенсивно дефилировал там. Просто кто-то кого-то дефилировал там. Не по ту музыку просто дефилировал. Не исключено. А хорошая музыка, ребят, звучит на europa-rusha.ru. Заходите. Главное с europa-plus.ru. Не перекутайте. Да, europa-rusha.ru, ребят. Офигенная музыка. Будьте здоровы, счастья вам, удачи. Берегите себя. До свидания. Дверочку нашему Эдуарду Валерьевичу Рачееву, нашему режиссеру, папе и маме, звука, света, нога, Олегу. Все. И вот Оле тут еще передает привет.